Первое, о чем я хочу рассказать, это чисто тайская процедура, которая называется массаж горячими мешочками. Я вот с переезда в новый дом, я все никак не могу найти время, чтобы записать видео, поэтому я вам просто так расскажу. Вот такие мешочки, в них находится трава. На самом деле, такие мешочки, в России некоторые, кто занимается русскими травами, кто хорошо знает действия русских трав, они набивают такие мешочки русскими травками. Здесь находятся тайские, здесь находится куркума, имбирь, здесь очень хороший такой много кореньев и трав, которые вытаскивают из кожи токсины, которые регенерируют кожу, которые стимулируют кровообращение и так далее. Этот мешочек, он заваривается в горячей воде 10-15 минут, после этого он кладется в пароварку на пар. И горячий мешочек, поскольку он попарится немножко, там буквально 5-10 минут, чтобы он пропарился на пару, после этого он достается и им делается массаж. Сейчас давайте я вам сразу покажу. То есть перед, перед, так, да, масло это я потом. Для следующей процедуры вы его наносите на лицо масло, можно кокосовое масло, можно, я вот очень люблю имбирное масло, потому что оно также предотвращает ожоги. И сначала он будет очень горячим, можно положить вот сюда вот полотенце, по полотенцу вот так вот пройтись, оно через тонкое полотенце, оно в принципе будет по росту волос, тоже активизирует здесь биологически активные точки. После этого тонкими, точечными движениями проходятся по лицу, по лбу, везде, где захочется. После этого, когда уже мешочек немножко остынет, вы можете переходить вот таким вот движением, то есть немножко скручивающие, как бы приподнимающие, то есть не в сторону опускания, а в сторону приподнимания. Здесь в другую сторону, должен приподнимать. Очень хорошо вот эти мешочки прогревают мышцы, которые вот здесь находятся, и значительно приподнимают лицо. А если еще совместить с японским массажем лица, глубоким лимфодренажным, эффект получается гораздо лучше, более глубоким. Сразу щечки поразовели. Противопоказание этих мешочек, это если у вас есть купероз, то вы не обрабатываете то место, где у вас купероз. То есть если на щеках купероз вы вообще не трогаете, если носу, вы просто обрабатываете щеки, нос не трогаете. И здесь я тоже вспомнила последнее посещение мастер-класса по японскому массажу. Там нам рассказали очень интересную вещь, которую я нигде не слышала, не читала. Например, кто знаком с японским массажем лица, вы знаете, что у них одно из движений идет, когда сначала прогоняется лимфа сюда, потом спускается сюда. Но у многих европейцев, это мне уже объяснила мастер японского массажа, с которым я общалась в Бангкоке, вот эти места забиты. Вот потрогайте. Мягенько здесь или твердо. А у нас чаще всего эти места забиты. И если вы эти места не промассируете, после массажа лимфа дальше не пойдет. Я специально надела открытую одежду, чтобы можно было показать. Вот. То есть перед тем, как делать массаж лица, любой, активизируйте ток лимфы через шею. То есть вот эти вот места вот-вот-вот-вот-вот надо хорошо промять с маслицем. Аккуратненько это все проминаем. И потом уже после того, как вы сделаете вот это проминание, можно делать массаж. У тайцев у них тоже есть свой массаж лица. Но они делают не... То есть есть массаж и руками, да, как у японцев. Также здесь очень популярен массаж гуаша. Я использую обычно для массажа вот такое масло. Мне очень нравится. Оно очень приятно пахнет. Оно с ароматом лилии и розы. Мадам Хенк. Обожаю их косметику. То есть наносите на лицо. И берете любой инструмент для гуаша. В Таиланде используют или такую штучку, или вот такую. Вот деревянная. Вот эта вот палочка, она очень хорошо идет как раз-таки для того, чтобы поднимать вот эту вот часть. Прям с хорошим нажимом. Вот она поднимается все. Движения идут по массажным линиям. То есть проходят вот так вот, вот так вот. Но вот эта палочка, на самом деле, мне не очень нравится делать эту часть. Мне нравится только нижнюю часть лица, верхнюю часть лица. Мне нравится делать как раз капелька, я покажу. То есть вот движения идут здесь, по бровям. Через все тоже активные точки. Лоб. Выскрывает. Но со лбом сильно не в сердце, потому что здесь все-таки косточка и довольно болезненно. И подбородок. Вот. Все движения идут как бы в сторону и вверх. То есть мы этой палочкой как бы поднимаем лицо. Но вот верхнюю часть, вот это все-таки немножко грубовато, для нижней части она это хорошо поднимает овал. А для верхней части вот лучше вот такую капельку, чтобы она была с гладкими краями. Есть такие каменные, мы работаем с деревянными. Очень нравятся они, что такие гладенькие. И вот эту вот часть лучше прорабатывать по скуле, лучше проходить вот этой вот гладенькой штучкой с небольшим наклоном, чтобы не травмировать кожу. Вот. Идет тоже поднимание. Вот этим вот кончиком можно вот ближе к глазам. Вот здесь вот очень аккуратно. Здесь тоже находятся мышцы. И надо проходить без резких движений, чтобы не травмировать кожу. Вот. Так же проходят по верхнему веку. По верхнему веку вот так вот мы поднимаем. Ну здесь не века, выше века под бровью. Потому что с возрастом у нас эти места не только появляются морщинки, но еще у нас свешивается века. Поэтому вот это вот поднимаем. Лоб тоже проходим. И в японском массаже у них есть движение, когда они руками вот отсюда идут вот сюда. Тоже очень эффективно получается. Прорабатываются тоже мышцы. Вот. Прямо так. Это будет, если вы давно не делали массаж, это может быть болезненно достаточно. И сразу скажу, что первый раз, когда вы делаете, лучше это делать не очень усиленно. Потому что, потому что, потому, это обязательно после массажа помочь лимфе пройти вниз. То есть после того, как вы делали массаж лица, горячими мешочками гуаша, как бы вот так задавливается лицо, немножко задерживаете и проходите вниз. То есть вы, то, что вы здесь все проработали, вы это все загоняете с лимфой вместе. Помогаете ему пройти дальше. Что очень важно с этим массажем тоже, прорабатывать не только лицо, а шею вот уже на самом деле прорабатывать может только вот эти вот места. И уже тоже будет здесь гуаша не делать, потому что здесь очень чувствительная кожа. Здесь очень много проходит важных вен, важных каналов. И делать здесь может массаж только профессионал. То есть в эту часть мы вообще не трогаем. Если массаж делается, то делается вот так вот. Вот по этой части, этой части и задняя часть. Переднюю часть не трогаем. Можно сделать скребковый массаж здесь. Это, во-первых, убирает какое-то нервное напряжение. Во-вторых, сделаю, чтобы было лучше видно. Окей. То есть вот такими вот движениями это омолаживает область декольте и убирает, если здесь есть какие-то застой, если есть нервное напряжение, если есть невралгия. Это все вот очень хорошо выскребается, убирается.